Накануне в Чувашии стартовал 30-й юбилейный фестиваль народного творчества «Родники России». На этот раз в нем участвуют коллективы из 10 регионов страны. Настоящий праздник песни и танца демонстрирует множество граней народного искусства, самобытность, культур. В удивительную атмосферу всеобщего единения окунулась и наша съемочная группа. И ты, красавица, по лугам бьешься с деревьев, по пескам бежишь, торопишься. В многонациональной реке фестиваля голоса ансамбля «Волгари» звенят уже не впервые. Артисты сбились со счета, пытаясь вспомнить количество выступлений. Репертуар коллектива разнообразен, но он остается верен себе. Вот уже 31 год, ровно столько ансамблю лет, участники исполняют народные песни, озорные частушки и фольклорные композиции, которые традиционно звучали в Ульяновской области. Мы приехали с программой песен народов по Волжье, но, соответственно, это русский формат у нас. И, конечно же, песни советских и российских композиторов. И, думаю, на суд зрителя мы представим эту замечательную программу танцевальную, хореографическую, а также инструментальную. Фестиваль славится разноцветием костюмов, напевов и говоров. Многие народные коллективы участвуют в родниках России впервые. Но каждого из них уже поразила красота Чувашского края. Мы с первого взгляда влюбились в Чувашу. Она очень красивая, она очень необъятная для нас показалась. Сама Волга. Очень красивая. Всю нашу красоту мы решили показать именно у вас. На этот фестиваль мы приехали с народными нашими танцами. Это народные танцы Гульназира, молодость. Также мы привезли с собой национальный инструмент Курай. В Чувашии мы уже два дня, и поэтому первый день мы успели посмотреть некоторые достопримечательности и, на самом деле, потрясены красотой вашего города. За 30 лет фестиваль успел стать не только ярким и масштабным событием, но и визитной карточкой республики. Напомню, что в разные годы он собирал творческие коллективы из более 30 регионов страны. А общее число участников достигало около тысячи человек. Мы ставим цель, прежде всего, познакомить наших жителей уникальными национальными особенностями. Счаствуют где-то около 200 человек только творческие коллективы. Марийская республика, Мордовская, Пензенская область, Республика Башкортостан. Вот мы с ними недавно ознакомились. И чувашские коллективы, безусловно, в этом фестивале участвуют. Праздник народного творчества завершится галоконцертом участников, который пройдет сегодня на Красной площади. Анна Лобанова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.